В эту субботу и воскресенье на вакцинацию ожидают жители в возрасте от 60 до 69 лет, находящиеся в группе риска по состоянию здоровья и входящие в регистры семейных врачей Таллина и Тарту. И уже сегодня люди, принадлежащие к этой возрастной группе риска, получили соответствующую информацию на свой личный адрес электронной почты. Правда, некоторые жители не обнаружили никаких оповещений в своих виртуальных почтовых ящиках. Всё дело в том, что извещение придёт на ваш электронный адрес только при условии, что на него перенаправлен государственный адрес электронной почты на портале st.ee. И вот тут надо немного пояснить, ведь далеко не все знают, что у каждого из нас есть специальный электронный адрес, на который как раз и приходят различные сообщения от государства. Но это не тот привычный адрес, которым люди пользуются ежедневно. И если вы не переадресовали сообщения от государства на свой родной домашний адрес электронной почты, то проверить их можно на портале st.ee. Именно поэтому специалисты призывают всех, независимо от возраста, проверить и обновить свои контактные данные на государственном портале st.ee. И если надо, то внести туда тот электронный адрес, которым вы пользуетесь ежедневно, потому что в противном случае необходимые уведомления могут не дойти до адресата. В нашей стране огромное количество продвинутых пользователей, но, к сожалению, не все наши мамы, бабушки и дедушки освоили компьютеры. А сообщения, касающиеся вакцинации в эти выходные, придут именно им. Поэтому будет совсем не лишним, если более молодое и продвинутое в компьютерных технологиях поколение вместе со старшими членами семьи зайдут на портал st.ee и проверят наличие необходимых данных. Мы посмотрели, как работает дигитальная регистрация. В ближайшие выходные мы испытаем ее в качестве пилотного проекта, когда на вакцинацию будут приглашать людей от 60 до 69 лет из групп риска. И, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, потому что чем больше людей будет вакцинировано, тем меньше риск тяжелых заболеваний и смертей. Но поскольку приглашение отправляется на электронную почту, указанную в st.ee, нужно проверить свои данные. И, молодые люди, пожалуйста, помогите с этим своим родителям, бабушкам и дедушкам. Информация будет и в digilugu.ee. Как мы уже сказали, информация о том, как именно зарегистрироваться на прием для вакцинации, была отправлена по электронной почте сегодня людям от 60 до 69 лет, попадающих в группу риска по состоянию здоровья. После получения электронного письма человек должен зарегистрироваться для вакцинации в дигитальной регистратуре на интернет-сайте qualitas.ee. Следует выбрать время получения как первой, так и второй дозы. По состоянию на начало марта в регистрах семейных врачей Таллина насчитывалось 10 153 пациента в возрасте от 60 до 69 лет с определенными заболеваниями, которые еще не были вакцинированы. Вакцинация для людей бесплатна, и связанные с ней расходы покрывает больничная касса Эстонии. Специалисты больничной кассы также отмечают, что в зависимости от количества вакцины провести вакцинацию более широких слоев населения планируется в конце апреля – начале мая. Вадим Малышкин, Петер Юлевайн. Новости Таллина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...